От страха у Никиты подкосились ноги, и он рухнул прямо на пол рядом со своей кроваткой. Он зажмурился и прикрыл руками уши, но все равно продолжал слышать крики матери даже через закрытую дверь комнаты. Он не понимал, что происходит, и почему мама так ругается на папу. Все же было хорошо. Два часа назад они с мамой возвращались домой из детского садика. Никита подпрыгивал от охватившей его радости, ведь мама сказала, что дома его ждет сюрприз, и он почему-то был уверен, что сюрпризом будет новый конструктор. Папы дома не было, но они с мамой уже привыкли к этому, потому что папа Никиты был врачом, каким-то самым главным и самым лучшим врачом в мире. И он постоянно был кому-то нужен в любое время дня и ночи. Вот и в этот вечер он, наверное, был на работе. Никита не ошибся. В комнате на кроватке лежала коробка с конструктором тем самым. «Мамочка, спасибо!» Никита обхватил маму и крепко сжал тоненькими ручонками. Мама засмеялась своим чудесным смехом, который он просто обожал. «Раздавишь меня, силач! Иди, мои руки! Скоро будем ужинать!» И мама пошла на кухню, напевая мотив модной песни. Папа к ужину не вернулся, и они вдвоем посидели за столом. Никита рассказал маме, как сегодня утром к ним в садик приходила тетя доктор и каждого осматривала. И он сказал тете, что его папа тоже доктор. И тетя смеялась. А потом им всем надели смешные очки на резиночках, они делали гимнастику. Нянечка сказала, что мы кварцевались. После ужина Никита побежал к себе в комнату и погрузился в увлекательнейшее занятие. Он хотел собрать строительный кран из конструктора. И когда он услышал, как вернулся папа, то сразу помчался в прихожую, чтобы показать почти собранную игрушку. Папа, увидев его, как будто растерялся. Он наклонился и привычно чмокнул Никиту в макушку. Потрепал по плечу и подцокал языком, похвалив за строительный кран из конструктора. А потом вышла мама, и папа попросил Никиту уйти к себе. После чего случилось что-то невообразимое. Мама начала кричать, плакать. Поначалу Никита не разбирал ее слов, но ему было очень страшно, потому что он вдруг подумал, что маме больно, и она кричит от этой боли. Папа говорил тихо, но Никита слышал, как он ходит по квартире, а мама ходит за ним и кричит, кричит, плачет. «Ты больше никогда не увидишь сына, слышишь?» От этих слов мамы Никита сжался в комок. «Почему папа никогда не увидит его? Он что, умрет? Папа или сам Никита?» Папа что-то ответил, а мама закричала еще громче, и каждое слово эхом отдавалось в голове мальчика, и он уже понимал, что сейчас происходит что-то такое страшное, что уже навсегда изменит его жизнь. Ноги подкосились от страха, он упал на пол, зажмурился и закрыл руками уши, но мамины крики все равно доносились до него. Вдруг дверь его комнаты открылась, и вошел папа. Он подхватил Никиту на руки и прижал к себе. «Никит, я тебя очень люблю, правда, знай и помни это, я тебя люблю и всегда буду рядом, когда-нибудь ты меня простишь». «Не смей трогать ребенка!» Мама ворвалась в комнату и начала дергать Никиту за ноги, пытаясь отодрать его от папы, но Никита так крепко вцепился в отцовскую шею, что мамины попытки оказались безуспешными. «Отдай! Отпусти, сволочь! Ты тварь, слышишь? Ты тварь! Убери руки от моего сына!» И тогда Никита заревел во весь голос. Он слишком испугался. Папа выпустил его из своих объятий, мама дернула к себе. Но Никите не хотелось ни с кем оставаться, ему хотелось умереть, потому что именно в этот момент он понял, что его хорошая, прекрасная, чудесная жизнь с мамой и папой исчезла, закончилась, безвозвратно, в пять мальчишеских лет. С того рокового вечера в их квартире поселилась тоска. Никита не понимал, почему папа ушел от них, но он почему-то чувствовал свою вину. Может быть, он мало любил папу, иначе почему он смог вот так его оставить? Мама резко изменилась. Из улыбчивой и активной красавицы она превратилась в настоящую ведьму с длинными лохматыми волосами, тощими руками, с длинными когтистыми пальцами. Даже ее звонкий голос приобрел скрипучие старческие нотки. И этим вот скрипучим голосом она постоянно повторяла одно и то же. — Променял нас твой отец на молодуху, и даже ты его не удержал. Вот тебе и любовь. Никита не знал, кто такая молодуха, но ему почему-то представлялась розовая улыбающаяся свинка с повязанной на толстой шеи с зеленым бантом. Эта молодуха крутила головой и довольно хрюкала, потому что теперь его папа был с ней, а не с Никитой. Вот она и радовалась. Розовая свинка с зеленым бантом на толстой шее. Однажды мама не пришла за ним в детский садик. Всех детей забрали родители, а Никиту отвели в дежурную группу, где детки оставались на ночь. Эту ночь в чужой и холодной кровати Никита провел в слезах. Он оплакивал свою погасшую радость, свою чудесную семью, своего папу. А утром мама пришла за ним и забрала домой. Сказала, что больше Никита не будет ходить в садик, потому что они уезжают к бабушке с дедушкой в другой город. Он даже не стал спрашивать, а как же папа, потому что понимал, в его жизни папы больше нет. И мама так часто говорила, что его папа подлец и предатель, что Никита поверил в это. Прошу 30 лет. Никита, прошу тебя, приезжай срочно, срочно. Тревога в голосе жены не вызывала сомнений. Случилось что-то серьезное. Никита помчался домой, оставив рабочие дела на заместителя. Причины для волнения имелись. Четыре года назад у них с Верой родилась Марта, их чудесная и долгожданная доченька. С этого момента в доме засияло яркое солнышко. Родители Веры буквально поселились в их доме, чтобы постоянно быть рядом с внучкой и помогать молодым родителям. Мама Никиты, к сожалению, не дожила до этого события. Она умерла через три года после того, как папа ушел от них. Никита тогда уже учился в школе во втором классе и жил у бабушки с дедушкой. Маму он немного боялся, потому что она стала другой и начала пить. А когда она приезжала к ним в дом, то постоянно попрекала Никиту в том, что он поддерживает отца, что он такой же, как все, хоть и фамилию ему сменили, а гены никуда не деть. Дедушка ее ругал и прогонял на второй этаж, а бабушка тихонько плакала. Никита не понимал, в чем его вина, но маму по-прежнему сильно любил и жалел. После ее смерти он долго не мог прийти в себя, и если бы не бабушка с дедушкой, он даже не представлял, что с ним могло бы случиться. Папа даже на похороны не приехал. И Никита, стоя у гроба матери, поклялся себе, что никогда в жизни его не простит. Нет у него больше папы. Нет. Бабушка с дедушкой покинули его один за другим, когда они с Верой уже поженились. И она помогла Никите пережить боль утраты. И дом, который остался после близких ему людей, стал их семейным домом, где, как они мечтали, будет звучать детский смех и гореть огонь в камине, символизируя уют и счастье. Но несколько лет в большом доме звучали только их диалоги. А потом Вера забеременела и родила Марту. Три года безмятежного счастья девочка была любопытной, веселой, музыкальной. Пошла в садик и там сразу очаровала всех. Марта так заливисто хохотала, что никто, изнаходившийся рядом с ней, не мог сдержать ответный смех. А потом тревожный звонок из садика. Марточка потеряла сознание во время прогулки. Врачи, анализы, обследование и гром средь ясного неба – порог сердца. И вот Никита мчится домой по звонку жены, которая явно встревожена после очередного посещения медцентра. «Неужели удалось договориться об операции, на которую очередь за несколько лет?» Но Вера встретила его в траурном настроении. Она прикрывала рот платочком и не замечала слез, текущих по щекам. «Что? Что? Говори, что случилось!» «Никита, они сказали, что времени очень мало. Марта – очень подвижный ребенок, а ей нужен покой. И каждый день… Ох, я не могу!» «Ты сказала, что срочно! Что случилось, кроме того, что я уже давно знаю?» Жена утерла щеки от потоков слез, даже не замечая их обильности, покашляла в платочек и, истерично хватая воздух, произнесла. «Нам предложили операцию в коммерческом центре, в Питере. Там какой-то врач от Бога. Но нужно оплатить хотя бы аванс, а это… Это почти как наш дом. Никит, мои родители готовы продать квартиру, отдать какие-то свои сбережения, но этого мало». Никита понимал, что сейчас ему нужно принять решение по продаже их единственного дома. Других вариантов для оплаты, необходимой для дочери операции, не было. Поначалу было мелькнула малодушная мысль, что, продав дом, они лишатся своей мечты. А потом он отбросил эту мысль. Дом без Марты ему не нужен. Он притянул к себе жену. «Все будет хорошо. Марте сделают операцию. Я обещаю». Никита оформил кредит под залог дома и внес платеж на счет медцентра. Уже была назначена дата операции, и, как принято, родителей малолетней пациентки пригласили на беседу с хирургом, который будет проводить операцию. «Разрешите?» Никита вошел в кабинет и увидел сидящего за широким столом доктора. «Да-да, проходите». Вера, крепко цепляясь за его руку, протиснула следом. «Вы родители Марты?» Доктор открыл медкарту и принялся внимательно изучать ее содержание. «Да, мы родители Марты», твердым голосом произнес Никита. «Чем нас порадуете, доктор?» Врач удивленно посмотрел на Никиту и пожал плечами. «Радовать – это не мой профиль. Я всего лишь хирург и выполняю свою работу. А что касается вашей дочери, то могу вас доверить, что шансы на успешную операцию высоки, и у девочки есть 90% из 100, что она будет жить полноценной жизнью, а оставшиеся 10% вы как прокомментируете?» «Это доля независимых от нас, врачей, обстоятельств. Но вы же должны понимать, аллергическая реакция, стресс для организма, да мало ли что. Но давайте будем думать о хорошем». Вера охнула и запихнула в рот намокший от слез платок. Никита сжал ее плечо, не замечая, как она напряглась от боли. «Думать? Только думать? А делать вы что-то собираетесь?» Доктор улыбнулся, но удивление до боли знакомой улыбкой. «Я сделаю все возможное. Будьте уверены». Четырехлетняя Марта перед операцией вдруг разнервничалась, закапризничала, начала плакать и требовать маму. Медсестра, готовившая девочку к операции, не рискнула отправлять пациентку в таком состоянии в оперблок. И тогда в палату пришел сам врач. «Марта, ты боишься? Я хочу к мамочке». «А с мамочкой ты не будешь бояться?» «Буду». «А чего ты боишься?» Девочка перестала плакать и задумалась. Потом изрекла. «Я боюсь Света. Боюсь, что будет больно». Он понял, что у девочки вызывает панику операционная лампа. Ему было необходимо, чтобы Марта перед введением наркоза находилась в спокойном состоянии. «А давай мы с тобой сделаем так. Ты вот здесь, в этой кроватке уснешь, а потом проснешься, а все уже позади. Давай». Девочка смотрела на него до боли знакомым взглядом. «Что это? Откуда он помнит этот взгляд?» «А можно я усну вместе с ним?» И она показала наплюшевую жирафа, который постоянно находился при девочке. И он кивнул. «Можно». «Наркоз прямо в палате?» «Без подключения к приборам?» «Вы с ума сошли?» Анестезиолог рвал им металл, услышав просьбу хирурга погрузить пациентку в сон прямо в палате. «А как же перевозка в операционную?» «А время!» «С ее сердцем лишний наркоз может повредить!» «А если мы введем ее в наркоз в состоянии паники, ее сердце может и не выдержать операции». И Марта уснула в палате, обнимая игрушку и улыбаясь. Операция прошла успешно. Доктор достал из ящика стола медкарту девочки и еще раз внимательно изучил анамнез. Совпадение. У его сына была такая же проблема в раннем возрасте, но он вовремя заметил симптоматику и успел купировать проблему в зародыше. У этой малышки схожие признаки, явно наследственные. Он перелеснул карту и принялся внимательно изучать сведения о родителях. И тогда он все понял. Марта вернулась домой. Операция прошла успешно. И в честь ее возвращения был устроен праздник. Бабушка с дедушкой, обосновавшиеся в доме после продажи квартиры, с видимым удовольствием играли с внучкой во дворе в прятки. Вера готовила праздничный ужин, а Никита жарил мясо в мангале. Будущее пока не было определенным, ведь по кредиту нужно было платить ежемесячно крупную сумму, иначе банк заберет этот дом и продаст. Но мысль о том, что Марта будет жить и жить полноценной жизнью, отодвигала все неприятные мысли. А через неделю случилось то, чего никто не мог объяснить. Банк прислал уведомления о полном досрочном погашении кредита. То есть дом остался в их распоряжении, а банку они больше не были должны. Чудо! Никита поехал в банк и выяснил, что от медицинского центра произошел возврат суммы кредита со всеми начисленными процентами. Не веря в благотворительность, Никита поехал в медцентр и напросился на прием к лечащему врачу Марты. Что вас удивляет? Операция оказалась не такой дорогостоящей, как мы рассчитывали. Деньги вернули. Что вас не устраивает? Не знаю. Растерянно отвечал Никита. Я как-то не особо верю в благотворительность. Ну, надо когда-то начинать, усмехнулся доктор. Никит, а ты меня совсем не помнишь. Отец Никиты после развода так и не женился. В тот роковой вечер он ушел из семьи ради своей любовницы, которая оказалась столь ветреной, что через неделю изменила ему с главврачом больницы. Он не смог вернуться в семью, потому что жена была настроена категорично. Сыном она общаться запретила и увезла его. Он пытался несколько лет отыскать Никиту, но что-то постоянно мешало. А когда увидел Марту, то испытал непонятную боль, словно эта девочка была его дочерью, а как потом оказалась, внучкой. На то, чтобы Никита простил его, потребовались месяцы. И это при том, что родители Веры были полностью на его стороне. Они убеждали Никиту простить отца, подружиться и поддерживать отношения. Но Никита простил его только после дня рождения Марты. Ей тогда исполнилось пять лет. Он пришел на праздник с огромной связкой воздушных шариков и с коробкой, в которой была игрушечная кухня. Марта встретила его эмоционально, крепко обняла и назвала любимым дедушкой-доктором. Он тогда заплакал. А Никита раскрыл свои объятия. И они обнялись. Впервые за много лет отец и сын. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.